МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все они будут сдавать государственный экзамен. И 1775 выпускников 11-х классов муниципальных школ тоже будут сдавать единый государственный экзамен. Интересная статистика получается. Раньше все-таки больше было 11-классников, нежели 9-классников, которые заканчивают, нет? Нет, у нас всегда 9-классников приблизительно в два раза больше, чем выпускников 11-го класса. Связано это с тем, что к концу 9-го класса ребята определяются, что для них важнее, интереснее. Возможно, это получение профессии. И тогда приблизительно 48% выпускников 9-х классов идут в учреждения среднепрофессионального образования. Для этого в школах ведется, уже начиная со средней школы, довольно активная профориентационная работа, чтобы дети могли определиться, в каком направлении они себя видят, какую свою будущую профессию они хотели бы получить. Ну вот поэтому все-таки 9-классников больше. Скажите, в этом году есть ли новшества в итоговой аттестации? Что касается 9-х классов, то все проходит достаточно традиционно. Ребята сдают два обязательных экзамена, это русский язык и математика, два экзамена по выбору. Итого 4 экзамена каждый выпускник 9-го класса должен сдать. Сдают в пунктах приема экзамена. Все пункты на сегодняшний день технически уже подготовлены. Будет вестись оффлайн-трансляция. Онлайн-трансляция у нас только в 11-х классах. Все требования к итоговой аттестации сохранились те же самые. Есть предметы, которые не стоит брать с собой на экзамен. Безусловно, не стоит списывать. Это основание, прямое основание для удаления ребенка. Причем оффлайн-запись хранится в течение длительного времени. Поэтому в случае возникновения каких-либо вопросов к ней могут всегда вернуться. В 11-й классах также никаких нововведений в сдаче самого экзамена нет. 7 пунктов будут работать на территории города. Онлайн-трансляция. Обязательно наличие металлоискателей. Обязательно будет проводиться инструктирование по тому, каким образом принимается экзамен. В целом, при подготовке к итоговой аттестации, мы провели серию родительских собраний. Это собрания, которые проходили и в школах, и на классных часах детям проводились разъяснения. И муниципальные родительские собрания были проведены. Одно собрание в онлайн-режиме. И второе собрание, когда родители смогли традиционно прийти в пункты приема экзамена и увидеть, как будут себя чувствовать их дети. Единственным относительным новшеством является, что вся область будет сдавать, город Белгород в прошлом году я тоже опробовал, по материалам, которые будут распечатываться прямо в аудиториях. Как родители вообще отреагировали на всю эту атмосферу? Какие вопросы их больше всего волнуют? Традиционно есть родители, которые все-таки недовольны тем, что единый государственный экзамен сдается и под камерами. Все пункты оснащены техническими средствами по заглушке связи. Считают, что это не совсем корректно в отношении детей, что это дает дополнительную психологическую нагрузку. Тем не менее, единый государственный экзамен шагает по стране уже более 13 лет и показывает свою значимость и те преимущества, которые он дает. Наши дети ежегодно мы говорим о том, что они сдав ЕГЭ поступают в престижные вузы Российской Федерации, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург. Не каждый из детей имел бы возможность поступить в эти вузы без единого государственного экзамена. Кроме того, в школах ведется психологическая подготовка детей. Не только знание, но и психологическая готовность – это важная составляющая. И с родителями на собраниях мы говорим тоже об этом, что они должны внести свой вклад в психологическое комфортное состояние ребенка. Потому что, к сожалению, иногда именно родители нагнетают вот эту нервозность о том, что не дай бог ты не сдашь или сдашь не так, как хочется и так далее. Самое главное, чтобы ребенок был спокоен на экзамене, уверен в своих силах. То, что он изучил в школе, он на этом экзамене может продемонстрировать. Но если вдруг что-то пошло не так, есть ли возможность пересдать, и каковы сроки возможной пересдачи? Безусловно. Если ребенок почувствовал себя на экзамене плохо, он сообщает об этом организатору, работает медицинское сопровождение. И, соответственно, если нет дальнейшей возможности продолжения экзамена, ребенок имеет право сдавать в резервные дни. То же самое, если по какой-то причине уважительно не смог прийти на экзамен. Точно так же это может быть недовлетворительное состояние здоровья. Но это должно быть документально подтверждено. Это должно быть, естественно, документально подтверждено. Медицинская справка в тот же день должна быть предоставлена родителями в школу, а дальше школа уже предоставляет эту справку в государственную экзаменационную комиссию. И в резервный день ребенок сдает. Точно так же, если по выбору экзамены совпадают, те экзамены, которые выбрал ребенок, совпадают, они сдаются по расписанию в один и тот же день, то один из экзаменов он может сдавать в резервный день. Это никаким образом не отражается ни на оценке, ни на условиях сдачи. Вот к вопросу о выборе экзаменов. Какие наиболее популярные предметы в этом году для сдачи? Выбор достаточно традиционен. И 9 класс, и 11 классы в первую очередь выбирают общество знания. Ну, если в 11 классах это обусловлено все-таки в первую очередь тем, какие экзамены являются профильными при поступлении в тот или иной ВОЗ, то в 9 классе это в основном все-таки выбор детей, которые ориентированы на, ну, как они считают, на лучшие знания. В том числе выбирают в 9 классе массовую информатику и географию. В 11 классах это физика и биология. Каковы сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в этом году? Первый экзамен ОГЭ мы сдаем 24 числа, на следующий день после последнего звонка. Это иностранный язык. А первый единый государственный экзамен сдаётся 27 числа. Это география и литература. Завершается основной период. У нас 13 июня. Ну, а с 17 уже начинаются резервные дни. Скажите, при издаче ЕГЭ, ОГЭ, есть ли какие-то новшества? В этом году впервые, в 11 классах, дети должны были выбрать, будут они сдавать математику базовую или профильную. До сих пор могли сдавать и тот, и другой экзамен. Сейчас они должны были определиться. И все это уже сделали, да. Базовая математика нужна только для получения аттестата. Профильная – это математика, которая выбирается в случае, если она нужна при поступлении в ВУЗ. Этот экзамен учитывается. И ещё одна новелла, как говорится, это получение золотой медали. Ранее требованием для получения золотой медали было только успешные, отличные отметки по итогам обучения годового. Сейчас требуется ещё и определённый уровень сдачи единого государственного экзамена. Не ниже 70 баллов по русскому языку и математике. То есть медаль будет выдаваться уже по итогам сдачи экзаменов? Совершенно правильно. Они просто итоговые годовые оценки? Да. Да, но это действительно такое нововведение, которое многих, наверное, заставит понервничать. Как правило, ребята, которые в течение 10-11 класса обучаются и идут на высокие баллы, они получают медаль и в том числе подтверждают и единым государственным экзаменом. Надеюсь, что всё пройдёт успешно у наших выпускников. И, наверное, перейдём к приятной части завершения года – это последние звонки и выпускной балл. Как это будет проходить в этом году? В какие дни? 23 мая состоится праздник «Последний звонок», несмотря на то, что это всё ещё учебная неделя. Государственный экзамен 9 классов начинается уже 24 числа. В Департаменте образования было принято решение о том, что «Последний звонок» прозвучит по всей области 23 мая. Это традиционные линейки, это традиционные школьные капустники. Мы надеемся, что «Последний звонок» пройдёт именно как праздник. На сегодняшний день задействованы очень серьёзные силы со стороны МВД, которые будут обеспечивать безопасность, и со стороны Совета безопасности города. Для нас важно, чтобы это был праздник, чтобы дети и родители в этот день чувствовали себя счастливыми, никаких угроз внешних у нас не было. Каждая школа придумывает свои интересные фишки для того, чтобы детям этот «Последний звонок» заполнился. Ну и вот эти вот фишки мы с вами увидим. А что касается выпускного балла? Выпускной балл 21 июня состоится. В этом году у нас вновь будет проходить единый городской выпускной. Мы предполагаем, что пройдёт он на площадке перед спортивным комплексом имени Хоркиной. Начнётся он в 19 часов с торжественного шествия выпускников. Тоже есть несколько задумок, которые бы разнообразили наш праздник. Не хочу слишком сильно забегать вперёд, но тем не менее. Это общий, всё-таки это выпускной балл, это будет общий танец выпускников. И в этом году у нас будет проходить фестиваль кавер-групп на площадке выпускного. Кроме того, это пункты питания, вода, мороженое, булочки. Это, скажем так, зона для тех, кто хотел бы отдохнуть, рекреационная зона. И там будут проходить игры. Это шаржисты, это ходулисты, это различные анимационные площадки. Такая карнавальная, фестивальная атмосфера, да? Хотелось бы, чтобы ребятам этот выпускной запомнился. И завершится всё это, конечно, праздничным салютом. Ну что ж, спасибо, что так подробно ответили на все наши вопросы. Хочется пожелать нашим выпускникам успешно сдать экзамены и войти в новую жизнь с замечательными эмоциями после выпускного балла 2019. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова